Всем привет! Я Анна из Беларуси. Продолжаю рассказывать про пситеррор. Вообще про всю эту ситуацию, которая сейчас творится в мире, и люди спят и не видят этого вообще. Хочу сегодня посвятить этот видеоролик тому, чтобы порассуждать на тему и на своем личном опыте, по воспоминаниям, как отбирают людей для все атак, для вот этих истязаний. Знаете, у меня был период в жизни, когда была совсем маленькая, что я где-то с 3 до 7 лет была в детдоме. Так вот получилось. Опять я понимаю, что это проходили по моим родителям. Там долгая история, я могу только одно сказать, что моей матери настоящей не стало в 44 года, при очень странных обстоятельствах. И, соответственно, всю нашу семью, вот ее братья, двоюродные и троюродные, очень большая была родня, тоже умирали при странных обстоятельствах, в основном в больницах при заражении крови. Ложились по одной причине, например, там, не знаю, с сердцем проблемы, там, какой-нибудь сделают укол, типа, успокаивающие, не знаю, я просто не медик, не разбираюсь, а в итоге потом как заражение кровью и все, и человека не было. В основном вот умирали по такому причину в больницах, моя родня вся. Вот. Я хочу сказать, что, скорее всего, выбирает какой-то род и проходится по всему роду. Вот. И вот хочу рассказать про период детдома. Я была в детдоме с трех до семи лет, и там были нескончаемые комиссии. Я говорю не про те комиссии, которые раз в год проходят дети там в садик, в школу, справки, да, им нужны в начале учебного года, а именно вот комиссии такие, что вот нас там конкретно, вот мы, детки, выстраивались в ряд в трусиках, и давай там они нас смотреть так и сяк, и ручку подними, и ручку опусти, и попрыгай, и побегай, и постой. А почему ты не ходишь и не бегаешь, не прыгаешь? Я говорю, я уже это делала, зачем я это опять буду делать? Это нелогично. Ну, и вот таком вот, много вот таких вот всяких комиссий якобы проверяли, проверяли наше здоровье. Потом постоянно были какие-то, как вам сказать, нас, ну, вот вся группа, да, вот у нас была группа, например, из детей, там, человек 25. Нас троих как-то брали, якобы учить чему-то там развивать дальше, вводили там, показывали какие-то картинки и говорили, опиши, что ты видишь на этой картинке. Ты сидел, это описывал. Потом, как бы, такие давали и фигурки, ну, наверное, все помнят такие советские, кто родился во времена Советского Союза. Все нас знают, да, такие фигурки цветные, там, треугольнички, ромбики, кружочки, всякие шестиугольники. И вот надо сложить какие-нибудь фигуры, сложить пазл, как бы, вот, что-то такое вот сделать. Ну, а вот они давали какие-то такие определенные задания, и ты должен, как бы, на свинкау, там, хочешь работать, с буквами. Хотя буквы уже знал, хотя алфавиты я только у нас... Ну, вот уже, как бы, какую-то букву, хотя я еще алфавита тогда не знала, ты вытянешь, называть эту букву. Вот таких всяких было заданий очень много, чуть ли не каждый день. Там, то же самое, как с водой, как ты перельешь, какой сосуд перельешь, а в каком сосуде больше, а где там меньше. Вот такие вот были всякие тесты. Я сейчас начинаю подозревать, что, опять же, это было какое-то тестирование человека. Я не знаю, на что я только не могу понять, ну, скорее всего, на, может, на волю, на ведьмышление, как ты думаешь, как ты представляешь этот окружающий мир, может, это вот что-то такое. То, что все же мы, наверное, да, жертвы пяти террора задумывались, почему именно нас, почему вот именно конкретно прицепились, не отстают, что такое, да. И мне кажется, что особенно, мне кажется, пристают к людям высокодуховным верующим. У меня вся семья православная. Мы с малых лет водили в школу, ой, в церковь, и приучали к тому, что Бог есть. Я 10 лет, вы знаете, были такие детские библии, синенькие такие, вот, там, про Иисуса Христа, Новый Завет в основном. Не, ну, там, Старый Завет. Перечитала уже. Вот, я делаю уборку у мамы в комнате и заодно эту библию перечитываю. Вот, и вот эти 10 заповедей, да, если бы люди все соблюдали вот эти 10 заповедей, которые Бог нам дал, ну, это там, не убей, не укради. Ну, самое главное, да, любить Бога и больше никого не признавать, чтобы Бог один и больше других богов нету, да, самое главное, это заповедь. Это говорит к тому, что никакие там эзотерики, никакие там мантры, не знаю, тибетские какие-то учения, буддизмы и всякое тому подобное верить нельзя. А верить только в Бога одного истинного, да, и не верить в инопланетян, не верить, ну, еще, что-то там такое не напридумывали, что в этом мире еще существует всяких фантазий, всякие фантазии, как, короче, кому как угодно. Вот это самое главное заповедь. Ну, и, соответственно, от нее вытекающий. Там, любить ближнего, как самого себя, там, не укради, не убей и тому подобное. Если вот эти заповеди соблюдать, то никакие пси-операторы, никакие там подонки, которые толкают людей на всякие нехорошие вещи, не подействуют на человека. Никакие там эти пушки, пшикалки на человека не подействуют. Если человек будет строго уверен в своей истине, да, он знает эту истину, он прочитал это, то не подействует. Поэтому они вот этих людей высокодуховных, которые истинно соблюдают законы Божьи, да, относятся, живут по законам Божьим, вот этих людей стараются и довести, да, нехороших вещей. Особенно это берут с малолетства, потому что человек еще не окреп, понимаете, человеку даже вырасти не дают. Девушке не дают вырасти, мальчику не дают вырасти и пытаются их там совратить, их сознание поменять, да, непонятно в какую сторону, да. Просто кошмар, как я представляю, что мне предвещалось, я просто проанализировалась всю свою жизнь, я понимаю, что они из меня хотели сделать. Это просто, для меня это просто шок, то, что я вот начинаю сейчас осознавать. Наверняка, давайте я больше буду говорить с женской стороны, потому что все-таки я, ну, женщина, и могу рассуждать все те ситуации, все те случаи, которые подстраивают они и этим девушкам, да, маленьким девочкам. И мне это, как бы, так виднее с моей стороны получается. Они, маленьких девочек, пытаются совратить. Слава Богу, что все-таки Бог меня уберет, да. Я еще, знаете, все так и думаю, что мы же не зря, что меня два раза крестили, честно случайно, не зная, там, один раз покрестили, второй раз покрестили. Вот. Наверное, Бог знал, что надо, потому что будут эти черти, да, эти поганые черти, просто перейдут со всех сторонами. Ну, это уж, наверное, вы все знаете. Я просто говорю своими словами, не очень стараюсь это все заувалировать, потому что чего вы тут уже стесняться, да, в нашу жизнь так влезли, что, знаете, прям им словом надо и называть. Вот это черти, пидорасы, как говорится, один на одном скачут и другим погоняют. Все по-другому выражаться не хочется про вот этих людей и про эту всю ситуацию. Вот. Я хочу еще сказать, что маленьких девочек, да, я так понимаю, вот они растут, я не знаю в каком возрасте, но постоянно наблюдал, это там кто-то, извините меня, идешь там мимо двора какого-нибудь одна. И какой-нибудь там мужчина голый там бегает и машет своим этим, что у него там есть, не знаю. Ты маленький ребенок, пугаешься, убегаешь. Потом ты растешь. Всякие плохие, ты идешь вот просто идешь с белого дня, к тебе всякие перестают, уроды, просто чуть-чуть, еле отмахивался. Тут просто убегал. Говорю, что таких вот ситуаций непонятных, нехороших, для девушки неприятных было очень много. И я посмотрела ютуб, посмотрела, послушала, почитала истории. Я так понимаю, это касается очень многих девушек, которые под пси-террором. И, соответственно, на базе всего этого они еще и дискредитируют, выдумывают, что вы девушка легкого поведения. И что вы этого все заслуживаете, и что с вами так и надо поступать. Хотя я сейчас понимаю, как себя ведут бывало другие. И, как говорится, для них это просто опыт, а ты вообще ни в чем и никак. А оказывается, ты все равно девушка легкого поведения. Так я вообще вот хочу вернуться к детдому в период своего детства с 3 до 7 лет. Я помню вот это все, что постоянно как бы вот эти всякие там, не знаю, эксперименты, комиссии. Я не знаю, как это объяснить все, это было постоянно. Что ты думаешь? А что ты скажешь? А что ты здесь видишь? Вот это вот без конца. Вот. Смотрите, какая красивая салпинка у меня. Вот. Вот. Я зашла в такую луж. Я сюда обычно хожу. Здесь никогда никого не бывает. Никогда. Что-то сегодня один поехала. Просто она так улыбалась мне, что мне просто захотелось вам ее показать. А вот спереди еще кто-то тянет велосипед. Ну, мы его просто обойдем. Потому что я уже на них не обращаю внимания. Ну, я сейчас немножко не про это хотела говорить. Про салат. Вот про 7 лет хочу рассказать. Там уже 6-7 лет. Помню, такие случаи были. Ночь. Мы спим. Все дети спят. Окон. На окнах нету штор. И, как вам сказать, фонарь светит очень сильно в это окно. А моя кровать стояла возле стенки. И поэтому я этот фонарь, вот эти темные окна, этот фонарь, как луна вроде какая-то. Дети ходят во сне. Понимаете? Я проснулась, а дети ходят. И ходят именно даже не просто по полу. Один даже мальчик. Я помню, его звали Вася. Мы с ним дружили. Фамилии не помню. Обычно я ей даже фамилии помню. Но его не помню фамилию. Он ходил. Вы знаете, вот койка. Обычная койка. И вот этот вот поручень. Ну, там идет обычный турничок такой. Он тоненький. И он ходил. Прямо вот так вот ручки в сторону. Если видно меня. Вот ручки в сторону. Как вот балансирует так. И ходил по вот этому поручню. И я испугалась от этого. Просто накрылась так вот одеялком. И все, и заснула. Так вот лежала. Тихонечко поглядывала. Я думала, что дети просто так играют. На следующий день я это им все рассказывала. И они не помнили. Они мне говорили, что нет. Мы так не делали. Не ходили. Этот я Васе говорю. Ты вообще там чуть ли не акробат. Вот такой вот. Он говорит, ты что? Аня, я не ходил. Ну, все. Я этот случай забыла. Думаю, ну, мало ли, что там такое. Ну, как ребенок, знаете, быстро это все забывают. Потом где-то, я помню, когда нас уже тетя забрала из-за дома всех нас троих. Вот меня в 7 лет забрали. И... К нам приехали гости. Это где-то мне уже лет было 10. К нам приехали гости. У нас ночевали. У нас была большая квартира. И тоже я сплю. И только почему-то не в своей в комнате, не в детской, а в зале. И тоже ходят эти, которые гости к нам приехали в одеяло. Укутанная женщина шла. Это вот, которая у нас гостила. И я проснулась от того, что скрипит пол. То же самое. Я так же отреагировала. Ничего не сказала. Просто под одеяло спряталась. И, кстати, вроде даже дочка ее тоже. И на следующий день говорила, наутро, когда я проснулась, говорю, почему ходили, там напугали меня. А она говорит, нет, мы не ходили. Что-то выдумываешь. И очень яро это доказывает. Как будто я действительно что-то придумала, понимаете. Теперь я понимаю, наверное, скорее всего, это как лунатизм какой-то был. Наверное, какое-то было такое воздействие, что люди даже не помнят, что у нее во сне ходят. Но я это... у меня хорошая память. Я помню практически не каждый. Чуть ли не каждый период своей жизни, год, я не знаю. Ну, понятно, что не прям в день в день. Но я все это помню. Поэтому я за себя и ручаюсь, за свои слова я тоже ручаюсь. Это было. Вот. Теперь я хочу перейти к тому, чтобы сказать, почему... Я уже где-то начала говорить. Выбирают людей. Для вот этих псих-атак, которые мы выбрали. И вот нас издеваются. Потому что мы высокодуховные люди. Мне кажется, в основном это верующие люди. Люди, которые не способны на такое, на подлость, на предательство, на низкие вот эти всякие, низменные всякие вещи. Они не способны. Потому что я думаю, каждому, если бы все жертвы подошли бы, предложили бы... Я имею в виду, которые так истязают долго, давно, и предложили бы его так вот тоже издеваться над человеком, мне кажется, каждый бы отказался. Наверное, вот верующих в Бога высокодуховных. И, возможно, еще тех, за кого некому заступиться. Вот и все. Он, короче, обездоленный. И его некак защитить. Вот над тем тоже будут издеваться. Потому что, как они любят говорить, сильные бьют слабого. Ну, или таких людей выбирают. Ну, они со временем по жизни лишают финансовой поддержки, бизнеса. Все они это решают. Я тоже сейчас нахожусь не очень в удачной финансовой обстановке. Этого они всего лишают. Пытаются разбить семьи, здоровье. Ну, это понятно, да, что здоровье любое, физическое, психологическое. Все они пытаются разрушить, чтобы человек, как говорится, сидел и не вылазил. Вот. И поэтому, наверное, они не могут этих людей побороть нас. Конечно, с переменным успехом тоже бывает и упадническое настроение. Мне кажется, все. Потому что понимаешь, что ты всю жизнь карабкался, пытался стать человеком, рыл просто землю руками, а тебя назад в эту грязь. Понимаете? А тебя постоянно назад в эту грязь. А теперь ты понимаешь, что это не только были обстоятельства, что это делалось специально, да? Что, получается, ты пытался там заработать честно, трудом. Не где-то там у кого-то что-то отнять. Ты пытался вести достойный образ жизни. Никого не оскорблять, не влазить в чужую жизнь. Не мешать другим жить. Вот. Просто жить своей жизнью, а другим не мешать. А тебе все равно. Вот каждый раз. Очень много было ситуаций. Это просто начинаешь опять и опять. Начинаешь опять и опять. Вот это, я говорю сейчас про работы, про заработки. Я уже молчу про дружбу, там, про завести какие-то связи. Это тоже все сначала, все было. Потому что со временем понял, что это бесполезно. И вот сейчас, конечно, когда уже открытая фаза началась, я с собой одновременно горжусь, что не поддалась ни на одну их провокацию. В плане, как говорится, не спилась, не скурилась, не снаркоманилась, не еще там до каких-то низменных отделов не дошла. И они, кстати, постоянно вот в компании такие были. Я из Бобруська, в Бобруське родилась. Они все время высмеивают. Они высмеивают нашу преданность, патриотизм, преданность, ну, я имею в виду, в дружбе, в мужу, там, преданность во всем. Понимаете? Для них это все. Они пытаются вот такие какие-то добродетели высмеять. Получается, ты не можешь украсть, не можешь там сплетни разносить. Если ты ведешь добропорядочный образ жизни, как девушка, значит, ты монашка. Если ты не хочешь на работе сплетничать и кому-то там одно место, извините меня, да, подмазывать, то ты, получается, не общительный человек. У них только такое общение, да. Если, там, не знаю, любишь свою страну и, ну, как бы, не знаю, родилась в Советском Союзе, но я люблю действительно там страну свою, не знаю, историю нашу богатую, и вообще людей. Именно вот я всегда так вот с такой вот была мыслью, что как хорошо, что я родилась вот именно в Советском Союзе, потому что, я помню, еще в детстве мне кто-то, воспитательница, кстати, в доме тоже спросила, рассказывала про вот эту великую одеяческую войну, там, как мы победили, как люди страдали. И я ей говорю, как хорошо, а тогда еще, получается, был Советский Союз, говорю, как хорошо, что я родилась в этой стране. Так я горда. Она такая на меня смотрит, да? Ну, посмотрим, как будешь ты там потом думать. Ну, я что-то еще так удивилась, почему ты это вот так вот. Это ж надо радоваться, что вот мы-то в такой стране, что вот такие люди сильные, волевые, что патриотизм, короче, и все такое. Ну, вот это тогда еще мы в шестилетнем где-то возрасте, я так вот думаю. И вот это на протяжении всей жизни, это ж высмеивается. Все вот это вот, оно высмеивается, вот этими тварями, уродами, сатанистами. Да, получается, они высмеивают все нормальное, все хорошее. Нормальные отношения между людьми, что сын любит мать, помогает ей. Они высмеивают то, что там дочь помогает своим родителям, или там, я же уже говорила, или девушка нормальная, да, хорошая. Не это самое. Сейчас же в моде совершенно другое. Я не могу понять, это то, что красивое, да, оно считается некрасивым. А все это уродское, я не знаю, то, что там придумывали, что с лицом там люди делают, это считается красивым. Вот, все стало наоборот. Не знаю, короче, что будет дальше. Еще хочу уже просто видео слишком длинное. Хочу просто в заключение сказать, что, наверное, грядет какой-то новый мировой порядок, вот именно какие-то сатанисты, да, вот эти вот хотят навязать какой-то людям новый мировой порядок. И они специально заняли людей, которые не хотят, которые с силой, есть сила воли, которые есть мозги, которые задумываются, зачем они это делают, для чего они это делают. Их пытаются затравить. И взяли вот это стадо баранов, которые нас травят, да, которые бегают вокруг нас, и там шикают, что-то там изображают эти, да, и заняли вот это стадо баранов, чтобы они были заняты тем, что они за нами бегают. Получается, одни люди бегают, другие за ними бегают. Все, народ занят. А они потихоньку делают свои страшные дела, которые никто не... Мы-то видим, но просто нам никто не верит. Нас же хотят выставить всех больными, или еще какими-то людьми дурными, да, это самое, неподходящими, неугодными для общества. А этим баранам мозги запудрили. Вот мы такие неугодные, вот их травить. Вот. Все. Очень сильно длинное видео, не люблю. Все. Всем пока. Короче. Субтитры сделал DimaTorzok